Услышать Слово Его, я молился об этом и сказать. Написано такое у апостола Павла, что если будет другому Слово, то первый молчи. Для нас это вообще непонятно как. Если человек проповедовал, и вдруг кто-то встал и перебил его. Ну вообще это не принято, но однако так было. Сегодня миллионы, а вернее сказать несколько миллиардов людей спрашивают, какой последний пророк. У нас сегодня, скажи, если у нас есть пророк. Вот как это так? Вот если написал письмо братья и сестры, а сестры вообще не поминаются в храме. Слово братья 68 раз, а братья и сестры ни разу. И патриархи все, братья и сестры. Нам не надо ничего придумать, надо помнить. 12.48 Евангелия Теана. Слово, которое я говорю, а оно будет судить вас. Вот мы выходим здесь по коридору. Вверху написано, притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто, не прибавляй к словам его. Дабы он не облещил тебя, ты не оказался лжецом. А в откровении прямо говорит, участь лжецов в озере Огненном. Дьявол, если отец лжи. Мы иной раз с ложью соприкасаемся рядом и не видим. Не добавляйте. Простое слово. И когда я сказал об этом митрополиту Корнильеву Старобрядцев, я ему послал своей книги. Он говорит, я много нашел нового, интересного, полезного. И прислал свою книгу «Сто проповедей митрополита Кирилла». Он попросил сделать комментарий. Я сказал, во-первых, глава стиха деляется двоеточием, а вот запятой, это неверно. И дальше напомнил об этом братья и сестры. Этого нет обращения в Библии. А почему? Раз обратились сестры, она может говорить, а ей не положено говорить. Учить не надо. У Бога другая шкала. Хорошо, я, говорит, это учту в следующей книге. Митрополит, он у них как глава, предстоятель церкви. И так и здесь. Если я напишу вам письмо, и напишу, здравствуйте, дорогие братья и сестры, сойдет. Но если я скажу, здравствуйте, возлюбленные Господом, святые и избранные. Какие? Кто? Ваши? Да они уже с собой-то сцепляются. Какие же святые? А ты посчитай, апостол Павел говорит, и у вас такое блудодеяние, которое в мире не слышно, первое коринфянам. А начинает святым и избранным. Святые по благодати, а по делам грешные. Но благодать исправляет. Иногда спрашивают, а как же сектанты, а есть ли там Дух Святой? Меня все время спрашивали, баптисты приходили. Но я отвечаю, согласно Слову Божию. Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. А баптисты сидят здесь. Вы признаете Его Господу? Конечно. Вопросов нет на этой стадии Дух Святой. Далее они засыхают, не идут дальше, не в церкви. Дух Святой без Духа Святого не назовешь. Итак, пророчество. Ревнуйте о дарах пророческих. Вот это вот оно может ревновать уже. Маленький ребенок. Так Господь делает. Я молился об этом. И буквально вчера мне это открылось. Соединились отдельные стихи. Как они соединяются? Много в интернете. И у меня не одна беседа, не две, а тысячи. Понимаете, что это такое? То есть, даже на половину того, что у нас есть, во всем интернете на миллиарды нет. Есть ролики, которые смотрят люди 6,5 миллиардов. А население 7,5. А что там о блуде? Танцы какие-то показывают. А златоуста поставлю рядом 5-6 человек. Вот что он считает, мы снимаем и ставим. Но 5-6 человек, они дороже всех этих миллиардов. И вот здесь все самое. Я сегодня был опять на занятиях. У нас сестра ведет с детьми. Я много лет вел занятия в пяти университетах, 13 школ. Ну, опыт не выскажешь какой. Я оцениваю очень высоко, как сестра ведет. Ей Бог полагает это. Она отпечатывает заранее. Берет сегодня этот памятник в учетище, который приходит в ООН. В здание ООН в Америке. Я видел это. Перекуем мечи на орала. Она трудится, заранее готовится. Это Бог взял, послал. У нас тут было. Назначали через одно воскресенье. Кто будет? Один, другой, третий. Наконец пришли к лучшему, что только одна. Она. Ну, я со всеми вместе занимался и вижу. Молитесь, чтобы ее Господь на этом месте закрепил. Она все больше, все чище, все выше. Все пространнее говорит. Ей нужно, чтобы аудиторию Бог расширил. Итак, я не об этом хотел сказать. Это попутно подвожу. Я много лет молился. Тридцать лет. Господи, дай мне помощников. Которые помогли бы мне развить мои таланты. Я их все не развил еще. И все обнаружить. Пошли. И вот в этом году, в 2019-м, Тридцать Христово, Бог внезапно дал таких людей. И они не только, а приезжают сюда в Потеряевку, принимают крещение. И буквально потеснили всех, кто около меня был. Такая ревность. Вы знаете, приезжали тут. Вячеслав с отцом был и с женою. Он учится в университете, где там. И одновременно работает. И у меня буквально по всем вопросам. Где бы ни было, у него новинка какая-то. Он не просто, а прогресс у него впереди. Вот вчера опять новое предложение. Занятия идут. По одному стиху давайте на занятия. Запомните. Один стих. А один стих. Это можно же взять. К следующему занятию. А у нас три занятия появляются в интернете. Три стиха за неделю. А неделю это четыре месяца. Умножай на четыре. А теперь пятьдесят шесть недель. А умножай дальше. Да невероятно. Он предлагает. Я говорю, я за это не берусь. Почему? А я знаю с людьми. Нужно молиться сначала о рождении духовном. А тогда Господь побудит брать или не брать. Я видел, у меня рядом брат живет. На картоночке выписывает стихи. Скотчем заклеивает в карман. Я делал так же, запоминал. Еду на велосипеде, поднял, прочитал. А теперь все видят, что Писание мы можем прочитать без ошибок. И какой вы считаете самый большой дар? Дар разный бывает. Знание языков. Говорение на языках. Истолкование, перечисляет. Дар исцеления. Представьте, кто-то у нас был бы, сейчас руки поднял, только и болячки все вышли. А у нас только бумажки заполняемые. Как болели, так и болеют. Я прошу меня никогда не записывать, я не болею. Вот об этом. И вот какой дар самый большой? Я вот об этом хотел сказать. Я молился. А ответа нет. Дары все хорошие. Дар пророчества, проповеди. У меня было однажды в Новосибирске, в баптистском доме, там два брата были, одинаковые, ростом такие. Ну, наверное, под метр восемьдесят. Стройные такие. Может, они уже женаты были. И они пели. Я впервые, впервые немножко позавидовал. Мне бы так запеть. А я работаю на крыше, там, в РСЗ. Да я его как сейчас запел, да самое обе. А мне Господь положил. Ну, тогда проповеди у тебя не будет этой. Я сразу попятился. Одно другим не заменишь. Так и здесь. Перечисляю все. И первое коринфон, двенадцать десять. Запомните хорошо. Двенадцать десять. Потому что об этом говорится в Библии один раз. Слово «приди к Богу» говорится тысяча девятьсот раз. А это только один раз. Почему? Это у меня буквально на неделе было. И сегодня к утру сформировалось. Отдельные стихи соединились вместе. А Господь говорит, не даст иного чуда, кроме Иона Пророка. Господи, да чудеса-то были. Исцелялись. И больные, и мертвых воскрешал. Кроме Иона Пророка. Я еще стал глубже, Господи. Там открывается что за этим? Это самое сильное. Самое невероятное. Значит, оно более всего подвержено будет ударам. Вот оно в чем дело. А как? Так, первым же, еще не воскрес Христос. Еще никто его не видел. Воскрес. А ничего не меняется. Так, воины, вы как караулили. А вот как-то так камень, свет. И мы избегали. Так, вы знаете, если заснули, что будет? Казнь. Очень, ну, шестнадцать человек. Четыре щетверисты. Петра охраняли. Ну, Бог усыпил их. Они не могли ничего сделать. Узы открылись. Петр вышел. И утром все шестнадцать голов отлетели. А другие, может, отдыхали в это время. Все шестнадцать казнены. Вы знаете, какой был закон? Уснувший на вахте, он должен быть порублен. Но, однако, сказали, мы заступимся. Дали деньги. Скажите, что его украли. А воров-то везде хватало. Его украли. Вопрос. Это воины стоят. Когда при живом Христе разбегали все, никого нету. А за мертвым кто-то пришел бы. Понятие. Не суразисы, но в это поверят. Его распяли. Но его украли. Этот обманщик, когда был живой, говорил воскресный третий день. Там написано. Обманщиком назвали. Господи, это единственное чудо, оказывается. Иона, Ващеве и Кита, Христос в пещере, и Он восстанет. Это главное. 15 глава, 1 стих, 1 Коринфян говорит. Я вам преподал, что Христос был распят. И Он воскрес третий день. Это главное. Это самое главное. А 12.10, 1 Коринфян говорит. Самый большой дар. Это я так понял. Ну, может, по-другому. Не те дары, которыми сегодня люди пытаются себя возвысить, или, может, даже послужить Богу. Но есть один дар, который в ничто превращает все дары, если его нет. Дар развлечения духов. Я сегодня положил Библию на стол. Попрошу, кто будет читать. Это место открыт. Там закладка. И медленно, медленно, как ты любишь считать. Слово от слова отрывает. Развлечения духов. Те люди, которые услышали, что его украли. Но они могли понять, какой дух в этих войнах. Что первосвященники дали деньги. Евреи с деньгами. Они не пожалели денег. И эта молва прошла по сей день. И эта молва, написано, прошла по сей день. Тогдашнее. Я просто отвлекаюсь иногда на другое. Сегодня ученик пятого класса знает больше, чем знал Ньютон. Самые великие ученые, которые были в прошлом веке, они знают меньше, чем сегодня пятиклассник. Почему? Во-первых, знают, что они открыли готовое. И знают уже кибернетику. Они знают, что такое клон. И другие слова. Так вот, сегодня мы знаем больше, чем все святые отцы вместе взятые. А почему? Они, говорят, желали видеть один из дней. Пророки. Но его не было. И сегодня мы знаем больше. Почему? А потому что мы живем уже при раскрытии последних тайн. Как так нельзя продать купить? Да чем нужно? Я огород посажу. Не посадишь. Квадраты не дадут. И на месте пришьют. Мы теперь видим, что означает 666. Что означает это рисовое зерно под кожу. Все данные там. Данные, которые сегодня говорят, примерно на сотни гигабайт может быть. Это невероятно. Те знали люди? Конечно нет. Не знали. И под концом, перед самым концом, такой соблазн будет. И многие отвернутся. А почему? Не развлечения духов. Какой дух заставил воинов это говорить? Какой дух заставил верить им? А сегодня, говорят, он не умер. Его просто Бог взял. И он не воскрес. И этому верят 2 миллиарда людей на сегодня. Умножь на 1300 лет. Удар сделан в самое главное. Воскресенье. А если Христос не воскрес, Павел говорит, то мы еще во грехах. Поэтому, я уже делюсь опытом. Их, когда беседуешь с людьми, ставьте вопрос. Ты веришь, что Иисус приходил на землю, воплотился от Девы Марии? А в первом послании Иоанна написано, если кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, дух Антихриста. Вот он где вышел. Это Антихрист. Ни в одном, в миллиардах людей. Пришедшего. Пришедшего. То есть, он где-то был неведомый. Он показал себя ангелом. А теперь он пришел и явился во плоти. Его впервые ангелы увидели. Слава Вышней Богу на земле мир. Ангелы, может, миллиарды лет воспевали. Но они его не видели. Они его увидели здесь. И он говорил. Немного я с Вами. И для Вас лучше, что меня не будет. Если не уйду, Дух Святой не придет. Давайте все соединим. В чем воскресение? А в чем этом? Суть вся. А в том, что он явился на небо. Теперь дальше эту картину человеческим словом, антропоморфизм, отчеловечения, показать. Иисус подходит к Господу, к Отцу Небесному. Как бы? Он теперь во плоти. Его видно, он отдельно. И он за нас молится. Грешник, приговоренный в ад. Он распростер руки на кресте. И мы как бы под крестом стоим и умоляем его. Его кровь капает на нас. Он так рисует. Не кто-то, а Иоанн Златоуст. И вот он там показывает. Их простить нельзя. Они грешат. Господи, он уже трогается. И Господь показывает ему раны, Свои Отцу Небесному. Образно. Ну, знаете, ныне будешь со мной в рай. Еще можно сказать. Ну, будешь и будешь. Иоанн Златоуст говорит так. Первые святые, когда воскресли. Христос вывел из сада. Никого в районе нет. Один вор ходит, этот разбойник. Ты что, воровать пришел сюда? И он как бы с ними разговаривает. Но делает более доступным. Ну, в районе-то никого не было. Один разбойник был, когда другие-то воскресли. Так и здесь сегодня. Мы это услышали развлечение духов. Какой? Дух зла. Дух ненависти. Дух антихриста. Вселился в миллиарды людей. Никогда никому иначе не говорить и не пятиться. Признаешь или не признаешь? Вместо сия свято. Такое было не один раз, рассказывал, а дважды. Ты из наших или от супостат? Или от врагов? То есть меч. Вот на рукоятке. Враг сейчас меч выхватил. Я тот-то. Вместо сия свято. Сними его бы втрою. То есть мертвенность. Она из кожи. Не было искусственно. Сними. Прикоснись это к земле. А неужели это было предсказано? В раю было предсказано об этом. Прямо было сказано, когда змейся грешил, что ты будешь поражать его в голову. А он будет жарить пяту. А почему не в ногу, не вышиб? Пятка. Когда, заметьте, мы идем, становимся на пятку и перекатываемся. Первое, что мы коснулись, тут и змей. Тут он и жарит. Иоанн Златоус говорит так. Трезубец, это бывает так. Ну, как вилы, тре, но с зубцами, чтобы туда-вот, ну, обратно не вытащить. Трезубец был простой. Дьявол его взял и ударил рот человеческий. Дева, древо, смерть. Дева, Ева, она была девой там. Древо, познание добра и зла. И смерть Адама. В Адаме все умирают. Вот как. Да так. Но Иисус вырвал этот трезубец и ударил его. Дева, древо и смерть. Дева Мария, древо счастного, житворящего креста и смерть Иисуса. А во Христе все оживут. Вот теперь все сомкнулось. Это дух святой. Надо умил, как я уж такими простыми словами, Златоуста, чтобы он родился, пришел. А в это время, уже 4 век, умер в 407 году, уже все было далеко не благополучно. Златоуст был первый, который стал говорить проповеди без бумажки. А что такое бумажка? Написать можно все. Петр I сказал, чтобы кто выступает, говорили сами, добыть дурь каждого была видна. Вот и все. Мудрость это никакой, но там президент, все считает это по бумажке. А мы это знаем духом. Это раздвищение духов. Там злой дух антихриста. Украли. Он не воскрес. Здесь он не умирал, он не воскрес. В одно и то же место бьют. Мы тут договорились, и с каждого воскресенья групповой у нас вход в чатрулетку. А потом соединяемся, и Вячеслав это все обрабатывает и ставит. Картина совершенно другая будет. И в основном там люди, которые не верят в Бога. Это Содом и Гоморра. И мы туда пойдем. То есть об этом надо молиться. Молиться развлечения духов. Развлечения духов. Это главное. Если ты не знаешь, ты в рот разденешь проповедь, слушай. Сегодня на меня один вышел, а я свидетель Евгова. Достаточно ему трех минут, чтобы он попятился и все. Другое. А я верю по-другому. Я ему книгу показываю. Ваша книга, ваша. Ты тоже человек. Как можно бунтовать против самой радостной вести? Человек потерялся. Он в плену. И вдруг его освобождают. Дороже этого ничего нет. А это самое сделал Христос. Нас, плененных грехом, он освобождает. Как можно бунтовать против смерти и воскресения Христа? Ничего выше этого нет. И поэтому в интернете, с кем беседуем, беседуете, говорите, мы пришли к вам с радостной вестью. Рядом положи большую Библию. Открой. Покажи ему, чтобы он увидел ее. Спроси, есть она или нет. Я даже могу статистику видеть. Примерно 150 человек. Один только желает побеседовать. На 150. Так, где вел занятия в техническом университете. Там Сепенникова. Она много работала. 5 лет 100 групп избрала. 3000 студентов. И все это записывала, ну, как научный работник. Она все сделала, как надо. И получилось, среди крещеных, которые что-то знают, ходят в храм, 0,3%. На 300 человек, которые были бы мочели в церкви, только один ходит и прещается. А почему? А если мы верим, что Христос воскрес, то и нас воскресит, наши смертные тела. И поэтому вести себя надо не свою мысль доказывать, а что сказал Бог? Если слова наши не подтверждаются Словом Божьим, это Исаия 8,20, там нет света. Мы собрались сюда для того, чтобы услышать весь Господний. Я бы не вышел, если бы внутри меня не горел огонь. У меня закончился поезд 30 лет. У меня один за другим подходят сегодня помощники. И у меня на сайте 4124 вопроса и ответа из всех книг. А их надо теперь озвучить, по отдельному пальму сделать. А я не могу. Все уже почти сделано, теперь только не хватает людей. И у каждого будет своя картинка, как она выглядит по порядку. Бесы, где заканчивается, царь, там царь Николай, все идут одинаково. Вопросы разные. Попрошу, если вы запомните, поблагодарить Бога за услышанное молитву. Бог наш живой и дивный. Никогда не настаивать, никогда не спорить. У меня есть такой аппарит, мне его Бог положил на сердце. Сейчас уже в интернете им пользуется. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я один раз сказал, все. Павел один раз сказал о возвещании духов. И спорить не надо, это главнейшее. Остальное многократно повторяется. Один раз. Один раз Христос сказал, нет другого высшего чуда. И не даст оно корону. Ты это признал, все остальное даже я разговариваю, я их признаю. И Бога прославляйте. Всегда. Вот почему мы с теми минут стоим. Что ты дал нам веру в тебя, который превыше всего. Вечный, нераздельный, единый Бог. Всевышний. И далее. И дал нам поверить, что Сын Божий пришел. Ты нам дал православным, Святую Православную Церковь. Ты дал нам священство, которое сохранилось по сегодняшний день. И что бы у тебя не было, в государстве, в семье, все покрой этим, все заканчивается. И мы тоже умрем и воскреснем. И мы снова встретимся. И поэтому, когда человек что-то в себе таил, я боялся, я сейчас скажу, а со мной так пооборотился. Если Бог положил на сердце, не молчи, скажи, чтобы не быть виновным перед Богом. У кого какой дар, Павел говорит. Мы, когда останавливаемся здесь, скажу, у меня было это, было или не было. Поделись, коротко, спорить не надо. Один раз сказал, не настаивая ни на чем. Сказал, возвестил, больше ты не отвечаешь. Иезекииле 3.18. Итак, Господь да будет с нами. Будем различать духов. Это очень трудно, это надо опыт большой иметь, считать и быть смиренным. Смиренную душу мудрость войдет, в несмиренную не войдет. Вот возьми сегодня, зацикли с два пальца. Да Господь ни два, ни три не показал. Иоанн Златоуз говорит, молились первые христиане одним перстом. Одним. Не написано каким. Ясно, что не левой рукой, ясно, что не мизинцем. Само показывает, что у нас указательное. Чем мы показываем друг на друга. Итак, если Господь что-то умолчал, не сказал, это значит торжестепенное. Главное, выспящено один раз развлечение духов. Кто бы не приехал к вам, кто бы не был, вы знаете, вам потеряю, приезжал кто недавно. На следующий день он говорит, который батюшка говорил, Артем звать, землетрясение будет огромное по всей земле. Я говорю, написано по местам. Тебе что? Новое откровение. Так он сказал, уже дали работу и квартиру. А сейчас я звоню, а он в аэропорту, значит, в воздухе, землетрясения нет, очевидно, так рассуждают. Везде будет, а он на самолете. Да я не улетаю. Я говорю, завтра, если это не случится, ты можешь сознаться, что тебе демон говорил? Молчит. Ну, сказал ложь. Зачем ты сказал ее? Ты можешь завтра рогами в землю воткнуть его? Нет. И больше не выходит на связь никак. Ну, какого нету? Все мы живые, видите, не развалилось даже наше ветхое здание. Ясно дело, всякая ложь от дьявола, он играет. Развлечение духов, он не различает. Поэтому, не предупредивши, приехал, зачем приехал, накормили, выпроводили, дальше куда? На наших глазах это все совместилось. И тогда я нашел этот ответ. Это наиглавнейшее сегодня для нас разрешение духов. А как? Святой православной церкви Бог дал пастырей, которые не отступили, дал каноны, дал жития святых, дал толкование. Уже проверено десятки раз. И нам там уже не надо ничего, не входить. А Иеговы кто? Отец или сын? Библия об этом не говорит. Мы видим, что речь идет об отце. Тихо, смиренно принял, поблагодарил. Богу нашему слава. Аминь. Аминь.